Кремль перекрывает россиянам все возможные независимые источники информации. Дошел черед и до Телеграм. Жители России жалуются, что мессенджер без VPN не работает. Причина ночного сбоя – попытка или тестирование блокировки Телеграм со стороны российских властей. Речь не идет о глобальном сбое, поскольку данных о нем нет в Даун-детектор. Михаил Климарев, IT-специалист, директор некоммерческой организации Общества защиты интернета. Из публикации Телеграм-канала Медуза Лайф. В начале августа 2024 года Роскомнадзор объявил о блокировке мессенджера сигнал якобы за нарушение законодательства. С 8 августа на компьютерах российских пользователей перестал открываться Ютуб. А с масштабными сбоями видео загружалось долго и воспроизводилось в низком качестве. Граждане Федерации столкнулись еще 1 августа. У путинского режима претензий к Ютуб накопилось немало. Он не закрывает доступ к запрещенным в Федерации независимым СМИ. Не освещает войну России против Украины так, как того хотелось бы Кремлю. Да еще и заблокировал некоторых кремлевских пропагандистов. Ютуб это такая большая заноза для Кремля и причиняет ему довольно много неудобств. Потому что с начала войны мы видим, как интерес россиян именно к этому видеохостингу постоянно растет. Ну и конечно, та политика, которую предпринимает Ютуб по отношению к российским пропагандистам, тоже не может не раздражать, собственно говоря, всех, кто отвечает за принятие новых законов в Российской Федерации. Поэтому я думаю, что если бы такого не было, то, может быть, и прикрывали бы глаза на этот видеохостинг. О том, что в Российской Федерации начнут замедлять работу Ютуб на компьютерах еще 25 июля, заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Большинство пользователей намек поняли. Грядет полная блокировка видеохостинга. В основном сейчас люди скачивают VPN, в основном пытаются добыть оттуда какую-то информацию, через VPN зайдя в тот же самый Ютуб. Потому что у Ютуба проблемы, ну давайте прямо скажем, да, у Ютуба проблемы не связаны с серверами Гугла. Вернее, конечно, они связаны, но в основном это добровольная, осознанная блокировка со стороны российских властей. Российские власти хотят заменить Ютуб отечественным приложением ВК-видео, пишет издание «Верстка». А пока спасибо Путину за блокировку Ютуб и мессенджеров могут сказать разве что продавцы Wi-Fi роутеров с предустановленными VPN-сервисами. В первой половине августа продажи таких устройств в России выросли на 40% по сравнению с июлем. Интересно, что VPN-роутеры используются не только для просмотра Ютуб без каких-либо проблем, но и для доступа к устройствам умного дома, доступ к которым был заблокирован западными производителями после введения санкций. Да, сегодня, чтобы пользоваться, например, каким-нибудь умным газовым котлом, необходим доступ к нему через VPN, который скроет, что по факту он расположен в России. Из публикации на сайте ixbt.com со ссылкой на специалистов по информационной безопасности. Несмотря на то, что в Российской Федерации пока еще не предусмотрена ответственность за использование VPN, 1 марта вступил в силу запрет на популяризацию сервисов. Роскомнадзор пытается удалить из интернета любую информацию о них, а также ограничить поисковую выдачу. Оперативную.